Спасибо. 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 Видно. Видно. Видно, да? Давайте я заново начну про префиксную сложность рассказывать. Префиксная сложность можно определять двумя способами, и мы потом докажем, что они эквивалентны. То есть в точность сюда добавление константы дают одно и то же. Одну и ту же сложность. И определяются обе сложности префиксных как сложность относительно оптимального декомпрессора, но в некотором суженном классе декомпрессоров. То есть я напоминаю, обычная сложность – это сложность относительно оптимального декомпрессора, когда мы рассматриваем все абсолютно алгоритмы в качестве декомпрессоров. А теперь мы будем суживать класс алгоритмов с помощью наложения условий на область определения алгоритма. Ну или по-другому мы суживать будем класс всех вычисленных функций, накладывая некоторые ограничения на область определения. Вот первый вид сложности. Алгоритм или функция называется беспрефиксным, если ее область определения состоит из попарно несогласованных слов. То есть что это значит, что слова согласованы? Согласованы – это когда одно есть начало другого. И вот, значит, иными словами, если алгоритм или функция определена на каком-то входе P, то на всех началах собственных она должна быть не определена. Ну или по-другому, можно сказать, на всех продолжениях не определена. Ну, например, если беспрефиксная функция определена на пустом слове, то больше ни на чем она не может быть определена. А если она определена, скажем, на нуле, то все остальные слова из области определения обязаны начинаться на единицу. Ну, и так далее. Ну, например, беспрефиксная будет функция, если она определена только на словах вида P с крышкой, где P с крышкой – это некоторое префиксное кодирование. То есть каждому слову мы сопоставляем с каждым словом, которое получается, если это слово, написать в префиксном коде. Неважно, какой. И вот префиксные коды разных слов обладают таким свойствием, что они не согласованы между собой. И область определения может состоять, например, из префиксных кодов всех слов. Значит, это первый способ. Вот это вот на этом слайде, который сейчас вы видите, это записано. И записана даже теорема, что в классе беспрефиксных декомпрессоров есть оптимальный. Ну, пока мы ее не доказываем, давайте я дальше про машины Тьюринга объяснял. Ну, давайте я это сейчас пропущу, потом вернемся к этому. Теперь второй способ. При втором способе мы немножко по-другому ограничиваем. Похожим образом, но все-таки по-другому. Класс всех декомпрессоров. Значит, называем это префиксно-корректным. Значит, вот алгоритм или функция называется префиксно-корректным. Значит, если из того, что d от p определено, следует, что оно должно быть определено также на всех продолжениях. Да, значит, тут надо написать. И q – это продолжение p. Давайте вот так это опять обозначать. Должно следовать, что d от q тоже определено. Ну, и, значит, определено и равно тоже p, d от p. То есть на всех продолжениях функция должна быть определена с тем же самым значением. Ну, и опять тут можно сказать, что, например, если префиксно-корректный алгоритм на пустом входе выдает некоторый результат, то он обязан на всех вообще словах выдавать тот же результат. Значит, разница беспрефиксного и префиксно-корректного в том, что беспрефиксный обязан на всех продолжениях быть не определен, а этот обязан, наоборот, быть определен, и выдавать тот же результат. Ну, как соотносятся эти два определения? Значит, если взять, например, префиксно-корректную беспрефиксную функцию, то, значит, f, пусть f беспрефиксная. Можно преобразовать префиксно-корректную, просто продолжив. То есть сказать, что f с крышкой от q – это равно f… f от крышкой от крышки определено, когда f определено хотя бы в одном начале q. То есть f с крышкой определено тогда и только тогда, когда f от p определено для неактора начала q. Ну, и с тем же результатом, скажем, и при этом f от q равно f от этого начала p. Ну, и это будет корректное определение f с крышкой, f с чертой, потому что такое начало у q может быть только одно, потому что все начала q, они попарно согласованы, и функция f только на одном начале q может быть определено, и поэтому это определение, значит, корректно. Ну, а может быть, ни на одном начале не определено, и тогда f с чертой на q будет неопределено. Ну, и довольно очевидно, что это преобразование сохраняет вычислимность. Если f беспрефиксная была вычислимой функцией, то полученная функция будет вычислима. Значит, каким она алгоритмом будет вычислим, f с чертой? Ну, и можем просто, получив на вход q, рассмотреть все возможные начала этого q, то есть q, q без последнего символа и так далее, и запускать вычислитель для f на всех этих началах параллельно. Ну, и когда одно из вычислений остановится, если такое произойдет, вот результат этого вычисления надо выдать. Значит, все это очевидно. А вот в обратную сторону не так просто. Значит, пусть f наоборот. Давайте я перейду на новую. Пусть f у нас теперь префиксно-корректное. Да, прошу прощения, я забыл отметить. И это преобразование обладает таким свойством, что сложность относительно полученной функции для любого х совпадает со сложностью относительно исходной функции этого же х. Потому что видно, что f с крышкой, ну, f с крышкой – это продолжение f, поэтому сложность относительно f с крышкой ясна, что не может быть меньше сложности относительно f. Но, с другой стороны, она и не больше, потому что все доопределения происходило за счет описаний, которые не могут быть минимальными по длине. Значит, если мы доопределили f с чертой на каком-то q, то это доопределение произошло за счет того, что f уже было определено на каком-то начале p этого q. Значит, и оно более короткое, поэтому это преобразование сложности не меняет. А вот если мы в обратную сторону попробуем сделать, то уже не все так просто. Пусть у нас дано наоборот f, значит, которое беспрефиксно-корректное. Мы хотим ее преобразовать в беспрефиксную функцию с таким свойством, что сложность относительно новой функции совпадает со сложностью относительно исходной функции. Вот скажите, как бы это было, естественно, сделать? Значит, нам дана беспрефиксно-корректная функция, а хотим построить беспрефиксную, сложность относительно которой такая же. София, что скажете? Ну, прежде всего, почему исходная функция f, которая беспрефиксно-корректная, может не быть беспрефиксной? Давайте поймем, какая беда с ней может быть. Например, f от x равно y для некоторых слов. и типущее слово x. А, сейчас. Пат, может кто-нибудь привести пример префиксно-корректной функции, которая не является беспрефиксной? Тимур. Ну, вы, наверное, знаете. Если функция определена на слове, допустим, 0,0 и 0,0,1, то она, кажется, будет префиксно-корректной, но не будет префиксной. Ну, вот, допустим, действительно, f от 0,0 равно какому-нибудь там 1,1,1, а f от 0,0,1 тоже равно 1,1,1. Такие два равенства не мешают функции быть префиксно-корректной. Вот она определена на 0,0 и на продолжении с одним и тем же результатом. Но беспрефиксности уже мешают, потому что функция беспрефиксная не может быть определена одновременно на двух словах, из которых одно продолжение другое. Вот пример префиксно-корректной и беспрефиксной. Теперь нам хочется как бы эту функцию f немножко улучшить, сделать ее беспрефиксной. Но как мы можем улучшить? Ясно, что нужно выбрасывать из области определения какие-то слова. Какое из двух слов разумно выбросить, если мы хотим вот это равенство ключевое, чтобы у нас было верно. Такое из двух слов 0,0 и 0,0,1 разумно выбросить. Более длинное? Ну вот надо это выбросить. То есть ясно, что если как-то делать, то надо более длинное. То есть естественное преобразование заключается в следующем. Мы, если исходная функция f определена была на двух словах p и q и при этом q было продолжением p, значит, если f от p и f от q и то и определено и p продолжение q, то мы говорим, что f с крышкой от p определена так же. Но нет, подождите. Прежде всего мы делаем, говорим, что f от q будет неопределена уж точно. А про f от p мы не торопимся сказать, что она будет определена, потому что может оказаться, что f была определена еще на более коротком начале p, на каком-то начале собственном p. Тогда мы f от p тоже сделаем неопределенным, f чертой от p неопределенным и так далее. Значит, как сказать это словами? Вот наша функция, новая функция f с чертой, как ее определить? Значит, f с чертой от p как сказать ее в терминах f определить? У нас есть отношение порядка, поэтому отношение порядка мы определяем на минимальном элементе. Значит, надо сказать, что это f это равно f от q сейчас, извиняюсь, f от q, где q самое короткое начало p, на котором значит, где q это кратчайшее начало и это начало п такое, что f от p определена. f от q определена. Значит, кратчайшее начало, на котором оно определено, и тогда f с чертой что-то не то я сказал. Нет, неправильно сказал. Надо сказать так, f с чертой от p будет определено только в том случае, если f от p определено, но на более коробке не определено. вот. Я не знаю, вы, наверное, это и сказали, а я просто все переврал. Значит, f от p равно f чертой от p равно f от p, если f от p, во-первых, определено, и f от q не определено при всех, надо сказать, собственных началах q, при всех, на всех собственных началах, для всех собственных начала, для всех q, которое начало p, ну, и отлично от p собственных началов. вот, тогда ясно, что мы сохраним сложность, потому что мы выбросили из области определения f заведомо не кратчайшее описание, а на сложность это никак не влияет. То есть, такой переход отлично сохраняет сложность, но, к сожалению, такой переход может не сохранить вычислимость. Исходная функция могла быть вычислимой, а вот полученная функция может быть уже невычислимой. То есть, у нас нету естественного никакого алгоритма, естественного для вычисления этой функции. Почему? Потому что мы не можем проверить, что f от q не определено для всех начало слова p. А раз мы это проверить не можем, мы ни в какой момент не можем, так сказать, с чистым сердцем выдать результат вычисления f на p. Поэтому переходы эти понятны, но, к сожалению, значит, они вот сами по себе не будут нам доказывать, что сложность относительно префиксно корректных и беспрефиксных одинаковая. Поэтому временно у нас будет две сложности относительно префиксно корректных и беспрефиксных. И для начала нужно доказать, что эти две сложности определены. То есть, что и в том, и в другом классе есть оптимальный способ описания. Вот этим мы сейчас и займемся. Сейчас мне нужно только новое открыть. Доску. так, видите новую? Да, но она еще не загрузилась. А сейчас? А теперь видим. Вот. Значит, вот нам надо доказать теорему. Две теоремы. Одну уже сформулировали, а вторая будет звучать, что в классе префиксно корректных тоже есть оптимальный декомпрессор. Вот. Значит, как это доказывается? Эти теоремы доказываются очень похожим способом. Давайте начнем с заказательства первой. Я пока ничего не пишу, потому что у меня на моем этом самом iPad еще не загрузилось. давайте так быть проще я назову, так быстрее будет найти. КОЛ 4 Тведиан. Та. Значит, вот начнем с первой теоремы, которая пропрефиксная, корректная, пробеспрефиксная. Значит, теорема класс беспрефиксных. Доказательство декомпрессоров. Представляю, что оптимальный. То есть такой, который с точностью до аддитивной константы побеждает все остальные. Вот, значит, в доказательстве нам будет удобно использовать так называемую теорему о графике. Это очень простая теорема в теории алгоритмов. Она говорит, что функция вычислима тогда и только тогда, когда ее график является перечислимым множеством. Значит, функция f вычислима тогда и только тогда, когда график f. График f – это просто множество всех упорядоченных пар f от x и x. xf от x, где x принадлежит области определения f. Когда это множество перечислимым. Вот. И эта теорема, сейчас мы увидим, что она доказательства конструктивно. То есть, если есть у нас алгоритм вычисления f, то из него можно изготовить алгоритм перечисления этого множества и наоборот. Значит, это делается так. Значит, вот в эту сторону. Если у нас есть алгоритм вычисления f, то мы запускаем этот алгоритм параллельно на всех абсолютно входах. В такой манере, чтобы мы для каждого входа и для каждого k рано или поздно сделали k шагов вычисления f на этом входе. То есть, для каждого p и для каждого k рано или поздно мы должны сделать k шагов вычисления f на входе p. Ну, для этого можно, скажем, сделать один шаг на пустом слове, потом один шаг на нуле, потом два шага на пустом слове, два шага на нуле, потом один шаг на единице, ну и так далее. Так, потихоньку со временем вовлекая в оборот и все новые и новые входы, а для старых входов делая все больше и больше количество шагов. Это обычная вещь. И как только одно для какого-то x вычисление f на x становится с каким-то результатом, ну, мы тут же выдаем на принтер пару x f от x, то есть то, что выдал алгоритм. Ну, и, очевидно, таким образом мы перечислим график функции. Теперь в обратную сторону. Если у нас есть алгоритм перечисления графика функции, нужно получить алгоритм вычисления функции, то это делается так. Так, мы запускаем перечислитель графика. Перечислитель вот этого множества pf от p. При этом x пока никак не используем. Ну, данный нам вход, на котором надо вычислить. И мы ждем, пока появится пара, появление пара вида p, а на втором месте что-то, неважно, что там будет. Такая пара появится тогда и только тогда, когда f от p определен, и ровно одна в этом случае. И второй компонент этой пары, это и будет значение функции, которое нам и надо выдать. То есть, ждемое появление, неправильно сказал, пара вида, у которой на первом месте x, а не p. У нас никакого нету, наш вход мы обозначаем через x. А на втором, что угодно. Ну, вот, давайте я более аккуратно напишу. Видом вида p, вида x, y. И выдаем, затем выдаем, после появления выдаем это y. Это и будет значение f от x. Вот, вот эта теорема нам поможет, потому что нам удобнее будет оптимальный декомпрессор в классе беспрефиксных функций определять именно с помощью перечислителя его графика. Как же это делается? Прежде всего, нам нужно такое преобразование с таким свойством, значит, лемма, что существует вычислимое преобразование, p, стрелка, p с чертой, давайте назовем, с таким свойством. Значит, извиняюсь, надо было начать не с этого. Давайте мы, скажем, будем обозначать через fp функцию, вычисляемую программой p. Программы это у нас будут всегда бинарные слова. Это функция, вычисляемая программой p. Ну, мы считаем все бинарные слова программами чего-то. Если это на самом деле не программа, ну, можно считать, что просто f от p нигде не определена. Вот, значит, существует вычислимое преобразование на программах с таким свойством. Ну, точнее, двумя свойствами. Значит, первое, что, во-первых, f от p с чертой всегда беспрефиксная. То есть, неважно, вычисляла ли функция с программой p префиксную или беспрефиксную функцию. То есть, была бы программа p префиксной и беспрефиксной. Но в результате всегда будет беспрефиксная. И второе, что если исходная программа и так была беспрефиксная, то тогда новая функция просто совпадает со старой. То есть, как бы есть такой преобразователь, который улучшает все программы в том смысле, что он всегда дает хорошую программу. Ну, хорошее в данном случае это мы считаем хорошими, беспрефиксное. И при этом он ничего не меняет, в смысле функция. Если и так было хорошо. Такой, как бы, причесыватель. Если было хорошо, то ничего не меняется. А если было плохо, то просто станет хорошо. Но функция, конечно, будет уже другая. Мне это хочется назвать проектором. Чего-чего? Я не понял. А преобразование – это проектирование функций всех. Вот это множество хороших. Да, можно назвать проектором, действительно. Да, точно. Как бы вот у нас все функции, а вот хорошая, беспрефиксная. И мы, значит, как бы проектируем, вот P, отворожаем в P с чертой. И если хорошая и так была, то она в себя проектируется. А если была не хорошая, ну, в какую-то хорошую. Вот такое есть в числимое преобразование проектора. Оно устроено следующим образом. Значит, по P мы сначала изготавливаем перечислитель графика. Алгоритм, который перечисляет график. Графика F. Потом мы этот график прореживаем. Значит, дальше у нас как бы будет прореживатель действовать. Это центральное место прореживателя. Значит, вот когда мы запустим перечислитель график, у нас будут появляться пары вида там P и X. Вот он будет печатать право P. Вот каждую такую пару прореживатель либо забракует, либо одобрит. Ну, или можно сказать фильтратор. Он ее либо пропустит, либо отфильтрует, как негодно. По следующему правилу. Если для какой-то, для очередной полученной пары была пара, у которой первая компонента, либо начало этой первой компоненты, либо продолжение, то он ее отфильтрует, то есть забракует, а иначе пропустит. То есть прореживатель действует так. Значит, его алгоритм такой. P и X бракуется пара, если ранее появилась, ну, в перечислителе, в перечислении появилась пара P' и X', для которой P' согласовано с P. P' согласовано с P. То есть одно из них начало другого. А иначе просто пропускает, то есть выдает на принтер. В результате этот прореживатель изготовит новый алгоритм. Ну, то есть прореживатель вместе с перечислителем дает новый алгоритм, который будет перечислять график некоторой функции. Ну, потому что у нас и так был график функции, а мы некоторые пары выбросили. Ясно, что функциональности это не нарушит. То есть для каждой первой компоненты будет не более одной пары с этой первой компонентой. Но более того, полученная функция, она будет безпрефиксная. Именно потому, что прореживатель гарантирует нам это. Итак, значит, прореживатель дает новый алгоритм. Перечисление. Значит, вот он прореживатель. Он выдает нам алгоритм перечисления. Некоторые новые функции. Там f с крышкой. Которая есть просто под функцией f. В другую сторону. Под функцией. В том смысле, что график f чертой, есть под множество графика f. И просто по построению f чертой беспрефиксная. Ну, а дальше видно, что мы можем применить обратное прообразование. Из перечислителя графика мы можем изготовить вычислитель функции. f с чертой, который вычисляет. f с чертой. И это есть из комы проекта. То есть, смотрите. Во-первых, за счет прореживателя у нас вычисляемая функция по исчерту, независимо от того, какая была исходная функция, то есть исходная программа, всегда будет беспрефиксной. Из-за того, что мы браковали все, что нарушает это свойство. С другой стороны, если исходная функция p и так была беспрефиксной, тогда прорежет ли, реально ничего не прорежет. Он ничего не забракует совершенно. Потому что никогда не произойдет такого, что появилось px, а ранее появилось p'x', такое, что p' согласовано с p. Такого просто не бывает. В графике нашей функции таких двух пар не существует. Поэтому ничего забракованного не будет. И тем самым первое свойство тоже будет выполнено. Вот, собственно, и все. Тимур, ну понятно это? Да. Ну это лемма. А дальше надо просто завершить доказательство теоремы. Как бы наше преобразование позволяет нам перечислять, грубо говоря, все беспрефиксные функции. А дальше мы стандартным образом, вот как в теореме Соломонова-Колмогорова, говорим следующее. Что вот оптимальный беспрефиксный способ описания D. Он действует так. Он от своего входа пытается отколубнуть префиксный код некоторой программы. И при этом не простой программы, а именно вида по исчертой. Если ему это удается, то он применяет функцию с этой программой к остатку входа. А, нет, неправильно сказал. Не так. Значит, неважно, он не пытается проверить, является ли это префиксный код беспрефиксной программой, то есть программа вида по исчертой. А просто любое слово пэку, значит, вот он в исходном слове откусывает префиксный код слова. Если не начинается с префиксного кода слова, то я вообще не определен. А если начинается, то он применяет эту программу, а точнее ее улучшение к остатку. Вот такое определение. Ясно, что D это алгоритм. Это очевидно. То есть это можно реализовать это вычисление с помощью программы. Теперь второе. Надо объяснить, что D побеждает надо еще объяснить на самом деле три вещи. Две вещи еще. Во-первых, что это алгоритм беспрефиксный. А во-вторых, что он самый лучший беспрефиксный. Беспрефиксный это значит, что в его области определения нет двух разных согласованных программ. давайте проверим. Пусть D определено на какой-то P с крышкой Q и определено тоже на D определено также на какой-нибудь R S R с крышкой S. То есть это бывает только в том случае, если F и при этом P с крышкой Q и R с крышкой S согласованы еще за B. P с крышкой Q и R с крышкой S согласованы. Ну, то есть одно из них является началом другого. Ну, или по-другому можно сказать, что они являются началом одного и того же слова. Но тогда P с крышкой и R с крышкой тоже являются началом этого же самого слова. То есть они тоже тогда согласованы должны быть. А раз они согласованы, значит просто равны. Значит P равно R. Это вот свойство привкусного кодирования. Замечательно. Значит у наших двух слов P с крышкой Q и R с крышкой S начало вот эти одинаковые. Значит продолжение Q и S согласованы. Значит Q и S согласованы. Потому что если из двух согласованных слов убрать начало одной и той же длины, то очевидно будет тоже согласован. И более того вот F P с чертой на Q должно быть определено. Потому что первое вот определено. D от P с крышкой Q определено. И F S с чертой на R тоже определено. Но P S это одно и то же. Отсюда следует, что на самом деле Q сейчас здесь я уже запутался. Здесь R нужно перепутать R R чертой на S. Значит P R это одно и то же. То есть это на самом деле одна и то же функция, причем беспрефиксная по строению. И она определена на Q и на S, а Q S согласованно. А отсюда следует, Q просто тоже равно S. Только так может быть. вот. То есть мы достигли нашей цели. Наши два слова P с крышкой Q и R с крышкой S совпадают. Потому что у них совпадают начало вот эти крышечные и концы Q и S тоже совпадают. Значит они просто совпадают. Это есть беспрефиксность. теперь третье свойство. Третье свойство совсем простое, что значит D он оптимальный среди беспрефиксных. Это доказывается так. Значит у нас сложность относительно D любого слова X будет не больше, чем сложность относительно F P с крышкой извиняюсь F P с чертой того же X плюс длина просто вот этого префиксного кода P с чертой. Но это просто видно из определения. Если какой-то X для какого-то X программа алгоритма F P с чертой имеет самое короткое описание Q, то если к этому описанию добавить P с крышечкой в начало, то будет описание того же X относительно D. Поэтому D проигрывает F P с чертой не более, чем длину префиксного кода P. F с чертой прибегают вообще все беспрефиксные функции. Потому что преобразование нашего проектора обладает тем свойством, что оно ни одну беспрефиксную функцию не пропускает. Если исходная функция была беспрефиксной, то и новая функция совпадает с исходной. Поэтому наш алгоритм D оптимален в классе всех спрефиксных функций. Вот собственно и все. Так, есть ли тут вопросы? Будем надеяться, что все понятно. Давайте тогда этот самый перерыв. небольшой. вопрос. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...